В этом году мы не раз, в том числе на месте, в прямом диалоге с гражданами часто рассматривали положение дел в Иркутской области, где две волны поводка последовали буквально одна за другой. Упреждающие меры, принятые в том числе с учетом уроков масштабного наводнения 2013 года, помогли избежать трагических критических последствий. Эффективно сработал и Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. При этом пока нет окончательных данных по ущербу числу пострадавших домохозяйств, предприятий, объектов инфраструктуры. Десятки городов, сел, несколько сотен жилых домов до сих пор подтоплены. Поэтому первое и главное, что хотел бы вновь подчеркнуть, нельзя оставлять людей один на один с их проблемами. Каждый, я хочу это подчеркнуть, говорил об этом неоднократно и сейчас хочу сделать на этом дополнительный акцент. Именно каждый, кто пострадал от наводнения, должен получить поддержку. Должен быть уже проинформирован о своих правах, положенных по закону о выплатах. Иметь возможность быстро, незамедлительно получить эти деньги, знать, куда обратиться, пока это далеко, к сожалению, не всегда происходит. Люди до сих пор сталкиваются с чертовостью и формализмом, с худшими и, к сожалению, весьма распространенными чертами нашей бюрократии. Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги. Ответственно, нормально поставить всю работу. А глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы. Самим, самим, своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить. Понять, что нужно сделать. Второе по жилью. Это самый острый, болезненный вопрос для всех, кто вынужден был оставить свои дома. Тем более, что осенне-зимний период уже фактически наступил. Наша задача оказать помощь быстро и эффективно. С учетом наступающих холодов, как можно оперативно решить проблемы с жильем. Третье. Это оказание поддержки пожилым, одиноким гражданам, людям с ограниченными возможностями по здоровью. Не нужно ждать обращений, просьб с их стороны. Органы власти сами обязаны дойти до каждого. Выяснить, в чем нуждаются люди. Помочь заполнить соответствующие документы, бумаги. Если требуется сделать это за них, за людей. Поддержать. Самим отнести, куда нужно. Переслать, куда нужно. И проконтролировать результаты этой работы, что самое главное. Не сбросить бумаги и забыть про них. А посмотреть, довести до конца эти все мероприятия. Конечно же, в зоне особого внимания должны быть и дети.